Друзья, всем привет! Прошу прощения за прошлое видео. Вот снимала на телефон, вот так телефон записала. Я надеюсь, в этот раз будет все нормально. Особо надежи нет. Но когда куда-то еду, конечно, я беру телефон, потому что снимать на камеру, это просто вообще... Она такая, во-первых, большая. Надо приобретать уже вот такую маленькую какую-нибудь камерку, да, влоговую. И все смотрят, как дикари, потому что у нас вообще народ не воспринимает блогеров, особенно в нашей области. В Москве еще там, понятно, в крупных городах ходят уже все с телефонами, с камерами, и никто не реагирует. У нас же здесь с точностью наоборот. И, в общем, я приехала на почту получить посылочку. Сейчас мы с вами вместе ее дома распакуем, посмотрим, что там я заказала, уже что-то даже подзабыла. По-моему, какие-то витамины я заказала в Фаберлик. Хотим пропить курс витаминов с Валера. Обычно мы это делаем постоянно, ну, два раза в год стабильно, да. Мы пьем летом, в начале лета, именно летом, да, чтобы осенью не болеть. И вот пьем, начинаем зимой, чтобы не болеть весной. То есть все это заранее мы делаем. Так что все, погнали. Так, друзья, получила посылки. В общем, сейчас дома откроем. У меня поступил еще вопрос. Я там написала в ответе, что позволить жить за городом не каждый может себе. Вопрос звучал так. Нравится ли вам жить в селе? У нас, знаете, такой поселок, он уже с развитой инфраструктурой. У нас есть транспортное сообщение, автобусное, да, там каждые 30-40 минут ходят автобусы в город. У нас есть амбулаторный корпус, то есть педиатр принимает, который даже приезжает на дом. Можно вызвать, если ребенок сильно заболел, там высокая температура. Вот. Также есть дневной стационар, как бы терапевт, все дела. Но для того, чтобы к узким специалистам приехать, нам нужно с вами сесть за руль, сесть за свой автомобиль, который должен быть, ну, исправен всегда. То есть он должен быть на ходу. То есть у вас должен автомобиль быть всегда в доступе. То есть вы должны сесть на него и поехать. То есть как бы так. То есть, естественно, садясь за руль, вы должны отдавать себе отчет в том, что нужно тратить дополнительные финансовые средства на бензин, заправлять эту машину, обслуживать эту машину. Вот. В противном случае вам просто придется ездить на автобусе. А это трата времени. То есть это потеря времени. Даже не как средств финансов, а как потеря времени. Вот. Поэтому сейчас за город перебираются в основном, я так хочу сказать вам, более обеспеченные, что ли, люди, более с высоким доходом, потому что, ну, дорого жить. Дорого. И даже я не берусь считать, что тут местные магазины, да, в принципе, цены на продукты одинаковые. Что в пятерочке уже, что вот у нас здесь вот рядом, здесь сейчас я сижу, это круглосуточный магазин. Там, в принципе, цены, ну, может быть, да, чуть-чуть дороже, чем в такой же пятерочке. Пятерочка от нас 3 километра. Вот. Пожалуйста, сел на машину, опять же, и привез продукты. Или там с работы Валера Ейт, он заезжает, всегда продукты покупает. Как бы так. Вот. Поэтому в плане каких-то кружков для детей развивающих, дополнительные занятия, естественно, это все в городе, это все дополнительные затраты. То есть, как бы, если вы готовы платить лишние, сколько, ну, там, 8 тысяч в месяц, если, допустим, вот как я возила Веронику, мы считали, да, у нас уходило на две машины заправлять бензин в месяц 10 тысяч рублей. То есть, и Валера ездит каждый день на работу практически, да, туда-обратно. И вот я возила ребенка два раза в неделю в художественную школу, плюс мы еще ездили в модельную школу. Это все очень затратно. То есть, помимо бензина, естественно, еще какие-то траты там на материал, оборудование, на костюмы там, на платье и так далее. Просто, знаете, тут такой вопрос, нравится ли жить в селе? Конечно, нравится, потому что чистый воздух, потому что большая территория, то есть, какие-то есть возможности расширения, чем не похвалиться, да, если в городе проживать, этим нельзя похвалиться. То есть, как бы, если бы мы не могли себе позволить жить за городом, я думаю, что мы бы не жили, мы бы так и остались бы в городе. Каждому свое, наверное, в этой жизни, я так скажу. Кто-то городской житель, конкретно в городе, он никуда себе не представляет переезд в село, там, за город и так далее. А кто-то, вот, например, живет за городом, и, например, как я, я не хочу ехать жить в город. Ну, по крайней мере, я не зарекаюсь, но на данном этапе мне бы не хотелось бы. У нас город очень загрязнен, экология плохая, она даже и за городом уже сейчас все загрязнено. Завод настолько обширен, настолько он выбросы делает, поэтому уже скоро, наверное, и за городом будет жить тоже не так экологически благоприятно. А в городе тем более. Поэтому мы уехали, по сути, жить за город из-за ребенка. У нее сильнейшая аллергия, постоянно болезни какие-то. И мы как бы хотя бы решили минимизировать вот эти неблагоприятные воздействия окружающей среды, так скажем. Вот, я думаю, что я ответила вам на вопрос, а мы с вами едем. Мы с вами едем домой. Так, после лечения у меня все хорошо. Я имею в виду в плане зуба. Вот, все у меня нормально, все зажило, ничего и не беспокоило больше. То есть я никакой препарат не пила обезболивающий. Все и так прошло замечательно. Кстати, мне рулет вот этот вчерашний очень понравился, прикольный. Он и в холодном виде вкусный, кстати. И в теплом виде вкусный. И мне кажется, альтернатива колбасе вот просто классная. Потому что в колбасе, естественно, нет никакого мяса, ничего натурального там нет. Но в нашем доме вообще-то колбасы не бывает. Мы ее не покупаем. Я ее покупаю вот в крайних редких случаях. Это на праздничные столы. Дни рождения, Новый год, какой-то праздник, все. Так я стараюсь делать вот эти все вещи сама. Вот, еще мне нравится из курицы желе. То есть такой, знаете, как желейная колбаса. Курица в желе. Туда можно также отварную морковь, горошек зеленый добавить. Я как-то вот делала, но я давно делала, не снимала рецепт. В принципе, можно с вами поделиться. Можно приготовить, показать, как и что. Вот, очень, кстати, классная вещица. Тоже она вот так застывает. Потом эту упаковку я убираю. Получаются такие, знаете, ровные квадратные кусочки в желе. Очень красиво смотрятся на столе. Ну и, соответственно, натурально и вкусно. У нас погода, вы просто вообще... Сейчас я вам покажу. У нас вообще вот такая сырость. У нас плюс 4. Грязь везде. Это просто какой-то кошмар. Вообще поговаривают, что снега не будет. Будет зима только после Нового года в наших краях. Не знаю, насколько это правда. Говорят так. Синоптики вообще обещали эту зиму. Ну, я имею в виду по всей территории России. Европейской территории России. Обещали, знаете как, то холодно будет, то будет резко тепло. То есть будет вот такой перепад температур всю зиму. Представляете, как это вот чревато для здоровья. Особенно те, кто страдает давлением, головными болями. Там, видимо, зависимые люди. Я вообще, я просто не знаю. С погодой, конечно. Спрашивали еще, есть ли у нас сугробы. Минус 30. Да, было. Уже сколько-то там лет назад у нас была такая температура. Минус 33, по-моему, было. Что, друзья, открыла коробочку Фоберлик. Так, бумагой просто прикрыли, чтобы ничего не болталось. Тут у нас чек. Вот такая вот портянка с артикулами. Кстати, все артикулы я прописываю всегда в описании под видео. Так что заглядывайте туда обязательно. Так, первое, что мне попадается, это вот такие БАДы. Друзья, это БАДы. Это просто витаминный комплекс. Заряд интеллекта. Это для интеллекта, для памяти, для умственной, физической активности. В общем, здесь антистресс. То есть это, знаете, ну, когда у нас сейчас вообще вся жизнь стресс, по сути, да. И чтобы держать себя в руках, нужно принимать вот такие витаминки. Попробуем, ну, попьем. Я тогда обязательно вам буду свои отзывы говорить. Значит, что у нас в составе. Давайте вот я вам прочту вот этот заряд интеллекта. Состав фруктоза, мальтодекстрин, усилитель вкуса, аромат и глицин, регулятор кислотности, янтарная кислота, витаминный премикс, витамины У, В1, В2, В6, В12, А, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантеноновая кислота, биотин, экстракт ромашки, подсластитель сукралоза. Не содержит ГМО. В принципе, да, что тут, глицин успокаивает, витамины, кстати, В6, В12 вообще отлично для головного мозга. Фолиевая кислота тоже, я даже помню, Веронике давала, когда она маленькая была, она выписывала невролог. Вот, очень хороший, в принципе, препарат. Так, и держи себя в руках, что здесь у нас. Так, 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 глицин, магния, трава, мелисы лекарственные, витамин В3, ПП, витамин В6. Тоже биридоксин, экстракт травы, пассифлоры, страстоцвета, диоксид кремния, кальция, стеорат. В принципе, тоже, да, неплохой состав. Ну, в общем, будем употреблять. Кстати, да, сколько здесь дрожжей? 30 штук, 30 капсул. Там по одной, по две, ну, получается, по одной, два раза в день. Или, допустим, две, один раз в день. Так, купила девочке вот такую вот я упаковочку таблетки для посудомоечных машин. Обязательно попробую, с вами поделюсь. 20 таблеток, придает блеск, очищает, не требует соли и ополаскивателя. Во как даже, даже соль не нужна, представляете? Так, снимите с таблетки защитную пленку, положите таблетку в отсек для таблеток. А, видите, надо снимать защитную пленку. А то я в этот раз тоже положила, где мы были, отдыхали где-то. Мы засунули таблетку, в общем, вместе с пакетом. Ну, он там вроде бы растворился, ничего. Так, зимние скидки, это купоны будут с 30 декабря, они по 19 января, прям до 50%. Так, что это у нас? Это я взяла парфюм, туалетная вода для папы. В общем, к Новому году хочу ему подарить туалетную воду. Я, конечно, знаете как, аккуратненько открою, понюхаю, а может даже вообще не буду вскрывать. Небольшой такой флакончик. Мне кажется, классная вода. Инкогнито называется. Так, и взяла вот такой еще дезодорант. Дезодорант. Ну, парфюмированный дезодорант. Обычный баллончик такой. Так, что это у нас? Что это, что это? Что-то без понятия, что это. Наверное, как в подарок, что ли, шло это все мне хозяйство-то. Наверное, да. Смотрите, палетка какая прикольная. Тени. Это, наверное, как хайлайтер, тип того, да? Смотрите, точно. В общем, буду знакомиться с такими тенями. Попробуем что-нибудь изобразить у себя на глазах. Так, палеточка, да, вот такая. Так, и взяла себе кисточку я для бровей. У меня кисточка есть, конечно, в этом, в наборе, где у меня тени для бровей. Но она настолько неудобная, она маленького размера. И я себе решила заказать вот такую вот кисточку большую. Вот такая вот кисть. Смотрите. В принципе, ничего, да, так тоненькая, наискосок. Будем пробовать тоже. Так, я взяла также себе с гиалуронкой. Треактивная маска патч для лица. Вот такую попробуем тоже. Это маска патч, видите? Будем вместе с вами тоже тестировать эту маску. Так, и взяла вот в качестве баллов. Там можно выбрать себе по 5 баллов они. Вот эти масочки одноразовые. Смотрите, какие тут они разные. Шиповник, потом алоэ, вера, ежевика, авокадо. Да, авокадо и киви. Витамин А, Е, П, П. В общем, такие масочки. Ну, а что, в принципе, увлажнить кожу нормально. Так, я взяла все-таки все универсальные средства. Мне понравился в миниатюре. Я бы решила повторить и вот взяла. Я думаю, что он будет очень экономично использоваться. Мне хватит такого средства надолго. Так, и взяла... Это у меня Вероника заказала себе мятный шоколад. А гель для душа. Вот такая вот упаковочка. Пока не пойму, чем пахнет. Ну, пахнет прям мятый, но шоколад так, отдаленно-отдаленно. Ну, захотел человек, пусть пользуется. Ну и, соответственно, что здесь? Вот такой каталог. Это у нас уже с 30 декабря по 19 января. Обязательно что-нибудь можно здесь посмотреть. Кстати, знаете, вот бюджетные цены, не очень дорого. Один фиг мы покупаем с вами и гели для душа, да? И пасты зубные. Все покупаем. Почему бы тут вот не заказывать? Я не знаю вообще красота. И, в принципе, продукция мне понравилась очень даже. Вот гель для душа супер. Мыло вообще классное. Для дома вот эта вся серия, да, которая для уборки, тоже супер-пупер. Насчет косметики не знаю. Витамины тоже не знаю. Посмотрим, поупотребляем. Вот. Посудомойки тоже хвалят вот эти таблеточки. Так что, девочки, вот такая вот у меня сегодня посылочка интересная. Друзья, у нас такая темнота в доме, страсти. Очень темно. Хотя время 11 часов дня. Вот. На улице вроде бы как светло, но в доме как будто бы, я не знаю, подземелье в каком-то я нахожусь. А сейчас читаю наши местные новости. Город 48 называется. И мы тут на днях, вот когда воскресенье, да, мы ходили на рынок. Я иду, смотрю, продают и елки живые. Ну, то есть сосны, да. Одна, по-моему, пихта стояла, и остальные все сосны. Я так посмотрела, думаю, 15 число еще было. Как бы, ну, вообще рано, да, для елок. И читаю новости, то, что не запрещена торговля раньше, чем 20 декабря. То есть, как бы, это незаконная торговля получается елками. И знаете, я прям вот в этом году хочу, вот знаете, прям хочется, чтобы было не как у всех. Все ставят, наряжают елки уже с 1 декабря, искусственные. Понятно, у нас тоже есть искусственная елка, но она как сосна считается. А я вот хотела именно елочку, понимаете, вот с маленькими иголочками, чтобы она такая была вот прям вот с ароматом, она была живая. Понятно, что судьба этих елок, она уже предопределена и без меня. Вот, то есть, как бы, по-любому, ну, если не я купит ее, то по-любому другой человек ее купит, правильно? Вот, так что их уже срубили, нарубили и скоро привезут к нам на рынок. Поэтому мне хотелось бы в этом году почему-то именно живую елочку поставить, чтобы было ощущение вот этого новогоднего праздника, чтобы, знаете, немножко окунуться в прошлое, в детство. Потому что, я помню, мы тоже ставили живую елку и заходишь, такой аромат. Вот, иголки, да бог с ними, с этими иголками, у нас вот прям, знаете, как, взял елку и напрямую вот так вот по коридору туда в дверь ее и вынес. Ну, соберу эти иголки, ну, подмету там, пропылесошу, ну, ничего страшного. Вот, но все равно живая есть живая. Если, конечно, сильно дорогие они в этом сезоне будут, то, может быть, есть смысл доплатить и купить искусственную, но именно елочку, чтобы были вот маленькие такие веточки, иголочки. Потому что у нас сейчас есть аккаунт наш местный, они продают в инстаграме елки, по-моему, 2.10 за 5 тысяч рублей. Вот, то есть, как бы, я думаю, что раскошелиться, купить и пользоваться этой елкой хотя бы еще там лет 6-7, потому что нашей елке 6 лет и она, в принципе, так, нормально, но, вот, знаете, она немножко все равно как-то уже морально устарела, у нее уже сами ветки какие-то, знаете, вот обмотаны вот такой вот зеленой нитью, и это как-то удешевляет вид, что ли, как-то так. В общем, мне, конечно, очень хотелось бы в этом сезоне как-то изменить в этом году по поводу елки. Ну, не знаю, как получится. В общем, я не могу ничего загадывать. С 20 декабря начнут продавать елки живые и доедем, посмотрим, может быть, что-то я себе и выберу. Пусть она будет, знаете, какая небольшая, пусть она не будет там 2 метра, да, пусть она будет 1,5 метра, ну, 1,80 метра, да, но чтобы она была вот живая такая красивая, пушистая. Сегодня вот вообще не хочу готовить ничего, девочки. Варю макароны и сейчас вот рыбные палочки вот такие вот Валера покупает. Я их люблю. В принципе, конечно, лучше рыбу купить, но, он говорит, они по акции были, я, говорит, их взял. Ну, я могу этой гадостью побаловаться. Вот. И рулет у меня еще мясной остался. Пусть доедают рулет. Вот. У Вероники там котлеты замороженные, куриные, я и приготовлю тогда. Вот. И надо, наверное, может, супчик какой сварить сегодня, не знаю, прям, что-нибудь горяченького. Борщ у нас в тот раз хорошо ушел, я прям его редко делаю, но метко. Что такое? Здравствуйте. Вы пришли поздороваться, да? Чудной, он спал, наверное, есть захотел, пришел. Кстати, хочу вам сказать, что вот эти рыбные палочки, фишхаус, да, неплохие. Я, вы знаете, в тот раз взяла какие-то, я не помню. Там внутри вообще была не рыба, а вот такое впечатление, что какой-то фарш перемололи и обваляли в панировке. Здесь же, смотрите, здесь вот прям прослоена именно рыба. Здесь прям филе рыбы. Мне вот это вот понравилось очень. Можно, в принципе, покупать так иногда. Так и живем, друзья. Хотим сюда поставить гриль, потому что здесь, ну, явно им неудобно пользоваться. Спрашивали, почему на микроволновке стоит. Да потому что пока еще кухни новой нет, нужно как-то выходить из положения. Вот мы, Валера вырезал вот этот лист ДСП, и мы поставим сюда гриль. Вот. А сегодня я в Инстаграме еще нашла у нас в городе кухни. Дала им проект, дала им размеры. Девушка мне все там нарисовала, обсчитала. Я уже не хочу кухню с рамками вот с такими, потому что меня там напугали девчонки, что мыть замучаюсь. Ну, действительно так. У меня у мамы была такая кухня, знаете, в классическом стиле. Там вот были такие на дверях выемки. И как же мы с ней мучились, всегда отмывали этот жир. Он туда все время, ну, пыль, грязь, да, скапливалась, и приходилось вот это все вымывать. А когда все поверхности гладкие, да, ну, типа глянцевые, то можно просто попшикать, тряпочкой протереть, и у нас красота. Я вам ставлю фотографию, на какой я все-таки остановилась. Вот я ее уже в своей голове держу года полтора, эту кухню. И вот, знаете, мечусь от классики к, ну, типа стиль модерн, да, там, хай-тек модерн. От классики к современной. И все-таки что-то меня пока на современную переваливает. Потому что я понимаю, что с возрастом я уже так мыть досконально не захочу, наверное. Не то, что не смогу, а у меня не будет желания. А тут я понимаю, что можно попшикать средство, тряпочкой протереть, и вуаля, кухня как новая. Вот, в общем, вы меня поняли, о чем я хотела вам сказать. Кухонька такая классная, аккуратненькая. Единственное, только она сказала, что на нижние мои ящики сделаем такие, как скрытые ручки, что ли, да. Вот, на верхней не помню, будут ручки, нет, что-то я не помню. И высота вот этих шкафов верхних 90 сантиметров. В принципе, высота большая, то есть вмещаться будет много чего. Вот, но рисовала она по моему проекту, как я и хотела. И вот на эту барную стойку, которую я хочу вот сюда, она не эту ножку позорную нарисовала, а именно вот сделала из столешницы. Потому что тут и так у нас как бы места, да, не очень много будет, комната небольшая. Вот, поэтому я из столешницы сделала ножка какая-то, прям совсем, мне кажется, древний вариант и вчерашний день. Вероник, мы будем сегодня имбирные прянички делать? Имбирные прянички? Да, человечков. Давай сделаем. Что-то мне так захотелось пряничков имбирных. Мы сейчас быстро тесто замесим, у нас же есть комбайн. Сейчас всё закидаем быстренько и тесто положим в холодильник на полчаса. А раскатать там и вырезать это вообще ерунда. Так что, может, сделаем? И тишина. Друзья, ещё ко мне пришла вот такая посылка с органической косметикой. У нас здесь гиалуроновая сыворотка для лица, вокруг глаз и с лифтинг-эффектом просто для лица. И вот такой вот крем для рук. Это всё из натуральных компонентов. И у меня на канале будет конкурс. Я это объявлю, возможно, в следующем видео. Пока за это время буду тестировать данную косметику. Но то, что гиалуронка, это уже хорошо. Я представляю, какое увлажнение. И это вообще кислоты, которые нам нужны именно в зимний период. И крем для рук также. Все компоненты натуральные. Здесь никакой химии нет. Всё здесь из масла, из экстрактов натуральных сделано. Обалдеть! Одна из вас или один из вас получит от меня лично вот такой приз к Новому году. Я надеюсь, участвовать могут только жители России. Пока что жители России, чтобы побыстрее приз дошёл до победителя к Новому году. Ждите новое видео, участвуйте. Под этим видео ничего писать не надо. Пока я ещё не объявляла условия конкурса. Как бы так. Такие вот у меня тут баночки красивые. Теперь приготовим с вами имбирные печеньки. Для этого в отдельную миску я просеиваю муку. Муку, конечно, желательно просеивать. И туда я добавляю все-все пряности, соду. Список ингредиентов у вас будет в описании под видео. Всё хорошо нужно перемешать до однородного состояния венчиком, чтобы все пряности равномерно распределились. В другой посуде мы смешиваем сахар и размягчённое сливочное масло. Миксером всё взбиваем хорошо до белой пышной пены. Затем добавляем одно яйцо. И хорошо ещё раз перемешиваем. Всё содержимое я переложила в другую глубокую миску. И добавляю 2 столовые ложки растопленного мёда. И лопаткой просто перемешиваю. Теперь частями всыпаем сухие ингредиенты и замешиваем тесто. Сначала я это делаю лопаткой. Оставляем немножечко муки для того, чтобы на столе замешивать дальше. И когда вот такая вот уже у нас плотная масса получается, я перекладываю тесто на стол. На столе я вымешиваю руками до тех пор, пока тесто не возьмёт в себя всю муку. Лишнего не добавляйте, иначе тесто у вас будет тугим, забитым, и с ним будет потом очень тяжело работать. Оно должно оставаться вот таким мягким, эластичным. Отправляем тесто в холодильник. Желательно, конечно, на ночь, накрыв плёнкой, но минимум на 2 часа. За это время оно дозреет хорошо и будет легко раскатываться. У меня прошло примерно 2 часа. Я раскатываю сразу на силиконовом коврике. Это делать очень удобно. Раскатываю примерно толщиной 5-7 мм, не толще. Подсыпаю мукой, если это необходимо. Ну и, соответственно, вырезаем фигурки, печенье. Разные формы. Включайте фантазию, можно деток привлечь для этого. Очень весёлые мероприятия. Также мы решили сделать логотип 2020. Тоже прикольно смотрится. Выпекаем наши печеньки при температуре 190 градусов примерно 8-10 минут. Дольше не держите, иначе они у вас будут просто очень тугими и чёрствыми. Теперь приготовим с вами глазурь. Сахарную пудру я обязательно просеиваю. Нужен будет один куриный белок, крахмал и лимонный сок. Также пропишу всё в описании под видео. Сахарную пудру необходимо просеять. Добавляем крахмал. И теперь сухую смесь добавляем к одному белку. Хорошо всё перемешиваем сначала лопаткой. А затем эту смесь нам нужно будет взбивать до белоснежного состояния миксером. Уйдёт на это у нас примерно 7 минут. На данном этапе добавляем 5-6 капель лимонного сока. И продолжаем взбивать. Вот такая вот белая пышная пена у нас уже получается. Смотрите, какая консистенция подходит для склеивания пряничного домика. Вот такая густая, как взбитые белки. Но нам такая глазурь не подойдёт для украшения пряников. Нам нужно разбавить её водой до нужной консистенции. Для этого я по 1 чайной ложке добавляю воды и постепенно взбиваю миксером. Смотрю, какая консистенция мне подходит больше. Смотрите, вот такая консистенция подойдёт нам для заливки контура и для внутренней заливки. Потому что когда я потрясла вот так тарелочку, а глазурь распределяется ровным слоем по поверхности, значит глазурь готова. Я буду использовать вот такой кондитерский мешок с насадкой круглой, тоненькой узким отверстием. Ну и далее уже украшаем пряники по желанию. Мои печеньки сушатся. Я в этот раз сделала однотонные, просто белые. Вот, потому что не хочется никакой краситель добавлять. Хочется вот так вот в классическом варианте. Но это так, знаете, репетиция. Я буду скоро домик делать вместе с вами, пряничный. Я вот такую решила конфетку в этот раз сделать из остатков теста. Так интересно, да? Друзья, в общем, мы сегодня прошли кастинг по скайпу вместе с этой девушкой-ассистентом режиссёра. Мы так мило пообщались. Вот, Эдита, наверное, почти целый час болтали. Нам так понравилось. Ну, мы так, знаете, любим поболтать. Вот, в общем, она сказала, ждите результаты. Отдадут режиссёру на рассмотрение видеоанкету. И нам сообщат результат. Съёмки, если так всё получится, то после Нового года начнутся. Я вот так переживаю. Так интересно вообще. Я люблю всё вот это новое. Так что пожелайте нам удачи. Всё. Я пошла готовиться ко сну. У нас уже вечер, у нас 10-й час. В общем, всех любовь и целую. Пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok